Девушки отдыхают Хочешь научить кого-то плавать? Столкни его в воду! Вот чёрт! Ну ладно, ладно. Я же знаю батю, это он так шутит. Вот построю себе шалашик из веток, дам печенюшек местной девке, нацарапаем наскальный рисунок, типо мы вместе, я его папе покажу, и он меня обратно пустит. Идеально! Да, кстати! Бьёрн, задумаешь меня обмануть? Вальхаля, буду гасить одного тебя по откату! Так что давай! Удачи! Вот же аж блин! О, кстати! Привет вам, друзья! Нам тут выдался случай понаблюдать за становлением молодого юноши в опасном и в то же время интересном мире лайф из Феодал. Ну мы и взяли вас в это путешествие. Так что давайте вместе поможем Бьёрну стать самостоятельным! К счастью, отец Бьёрна хороший строитель, и эти навыки передались его сыну. Поэтому для постройки своего первого дома ему необходимы лишь топор, лопата, молот и пила. Дабы не медлить с постройкой дома, наш герой сразу отправляется на добычу необходимых ресурсов для крафта этих предметов. Ему понадобятся ветки, их можно сорвать прямо с дерева, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав нужное действие, растительные волокна, что растут прямо на земле, и кремень. Тут уж Бьёрну придется потрудиться и найти какой-нибудь рудник. После долгих брождений по обеле он все-таки находит залежи этого камня. О, да тебе повезло, Бьёрн! Похоже, рядом с этим камнем есть довольно ровная поверхность. Идеальное место для постройки своего первого жилища. Но какой бы ровной ни была земля, ее все равно нужно выравнивать. Ведь именно для этого ты и сделал лопату, приятель. Выравнивание, кстати, делается так же, как и любое действие в этой игре. Правой кнопкой и в меню выбрать нужное действие. Ну да ладно, не будем отвлекать нашего героя от работы. Итак, ты закончил выравнивать землю. Но, к твоему несчастью, Бьёрн, уже слишком поздно для постройки дома. Ты занимался подготовкой фундамента весь день. Ладно, дружище, ты, наверное, устал. Перекуси, тебе же дали еды на первое время, чтобы ты не голодал. Теперь осталось лишь дождаться рассвета. Да, кстати, пока ждем, расскажем вам кое-что. Для того, чтобы не мерить на глаз высоту земли, нажмите клавишу F3, и она у вас поделится на клетки, которые будут показывать уровень земли. Ну, кажется, рассвело. Ты там как, Бьёрн? Раз ты в порядке, мы можем приступать к заготовке плацдарма для дома. Для этого понадобится молоток. Тыкаем в действиях строительства и начинаем строить обычную лачугу. Все, заготовка есть. Теперь нужно 20 досок и 10 строительных бревен. Поэтому, Бьёрн, отправляйся-ка ты рубить деревья. И да, друзья, Лайф из Феодал очень любит, когда вы играете в нее толпой, человек по 5-10, потому что все действия здесь занимают довольно много времени. Что мы сейчас и наблюдаем на примере нашего одиночки Бьёрна. Он уже 2 часа рубит деревья и пилит их на доски и таскает к дому. Топоры и прочие примитивные инструменты довольно быстро ломаются. Но, к счастью, сделать новые не составляет большого труда. Все нужные компоненты у вас прямо перед глазами. Ой! Да пока мы тут болтали, Бьёрн порубил достаточное количество деревьев для постройки дома. И вот он закладывает последнее бревно. И... готово! Наш первый дом построен. Хорошо бы его еще обставить скамейками, столами и прочими вещами. Но это уже как-нибудь в другой раз. А сейчас нашему другу хотя бы уже есть где спать. Отлично, приятель! Сложный процесс переезда от родителей окончен. А ведь это было не так уж и сложно, да, Бьёрн? Эх, ладно. Пора тебе искать девушку, дружище. Но это уже другая история. А это была история первых шагов Бьёрна в игре Life is Feodal. Приглашаем и вас окунуться в этот мир, друзья. Возможно, как раз большой толпой мы сможем отстроить тебе деревушку, а в перспективе и целый замок. И будем мы заниматься торговлей, захватами других поселений и, конечно же, травить вечерние байки у костра. На этом заканчивается наш короткий экскурс в геймплей этой игры. Прощайте, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok